Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, добрый день. Толкуем писание с порталом экзегет.ру. Тема нашего сегодняшнего разговора – книга «Второзаконие. Первая глава». Итак, какой состав этой главы? Начинается эта глава с маленького вступления. Что понятно? Это же первая глава, и там должно быть вступление, касающееся всей этой книги. И в этом сочинении есть такой пункт, где рассказывается о том, с чем читатель будет иметь дело. Это у нас первые четыре стиха первой главы. А после этого, со стиха пятого, главы первой, до стиха сорок третьего, главы четвертой. То есть вся глава первая, вторая, третья, четвертая. Это есть первая из речей Моисея, содержащихся в этой книге. А как мы уже знаем, называется в традиции иудейской это сочинение «Деварим», либо «Слова». Поэтому вот со стиха пятого мы будем иметь дело с первой речью пророка Моисея. Итак, вступление рассказывает о том, где и когда Моисей произносит свои речи. Итак, читаем стих первый. Вот слова, с которыми Моисей обратился ко всему народу Израиля. Это было за Иорданом, в пустыне, ворове, близ Суфа, между Параном, Тофелом, Лаваном, Хацеротом и Дизахавом. Ну вот, дорогие друзья, к сожалению, из всего этого перечня названий мест знакомы точно ученым лишь два места. Это вот, во-первых, река Иордан до сегодняшнего момента и текущая, и называющаяся именно этим названием. Во-вторых, это есть пустыня, вот Арава, и указано место, где вот происходит встреча Моисея и народа с рекой Иордан при входе в землю Ханаан. И поэтому в этой связи мы видим здесь слова Моисея, обращенные к странствующей общине. Эта община долгое время шла, она путешествовала, она странствовала, и вот в указанном месте, в пустыне, встречается она с рекой Иордан, и у этой реки Иордан Моисея дает этой общине свое последнее слово, свое завещание, где он повторяет, второй раз указывает, рассказывает о законе Божьем. Ну и в этом же стихе, вот видите, вот слова, это есть по-еврейски как раз вот место, на котором основывается название книги. Итак, говорим слова, и вот слова тоже есть в стихе первом этого сочинения. Стих второй и третий читаем вместе. От Харива до Кагиж-Барнея, если идти по дороге, ведущей к Сиирским горам, одиннадцать дней пути. Ну, видите, для нас это какие-то пустые слова. Какой такой Харив, какая такая дорога, вот, Кагиж-Барнея и так далее. Надо прокомментировать. Если идти из Египта в Палестину, там до сегодняшнего дня есть такая дорога, и она была всегда, это такая была царская дорога, царская трасса, так можно сказать, где можно было путешествовать, да, и караваном, и торговцам, и переселенцам, и войскам, войскам, конечно же, государства Египет. И там вот была эта дорога. Так вот, по дороге, минуя гору Синай, называемая, здесь эта гора называется Харив, да, вот, Синай, книги Исход, Харив, книги Второзакония, это одна и та же гора. Так вот, минуя гору Синай, и дальше, идя в Ханаан, и вот в конце пустыни Синайской есть город до сегодняшнего дня существующий, Кагиж-Барнея, Кагиж-Барнея. И вот время этого пути от Харива, то есть Синай, до входа в Ханаан, 11 дней пути. Запомним, пожалуйста, эту фразу. Так могло бы быстро состояться, завершиться исхождение, исход Израиля из Египта. Читаем дальше. На сороковой год, в первый день одиннадцатого месяца, Моисей возвестил сынам Израилевым все, что Господь повелел возвестить им. И вот вторая цифра, второй срок, вторая хронология, сороковой год. А вот сороковой год случился, когда Израиль подошел к Кагиж-Барнея, сделал нечто неправильное, развернулся обратно, и началось 40 лет странствования по пустыне. И вот 40 лет и 11 дней, это есть та временная пропорция, которая отличает человека или жизнь человека, который исполняет волю Божью, повинуется Божьему Слову, и который ведет себя от ветра главы своего «я», подпластный своим страстям, страхом и так далее. И вот цифра, которая равнялась 11 дней, однажды превратилась в 40 лет. Но об этом перевороте, об этом превращении мы в этой же главе 1 почитаем попозже. В главе 1 стих 3 мы читаем, что Господь повелел возвестить Моисею что-то по отношению к Израилю. И в этом же стихе мы находим уже указание на роль Моисея. Моисей – пророк, потому что он делает именно то, что написано здесь. От Бога получает слово, от Бога получает повеление, и это повеление выражается в том, что человек, пророк или апостол рассказывает людям о том, чего от них хочет небесный Бог. Это было после победы над Сигоном, аморийским царем, который правил в Хижбоне, и Огом, царем Башана, который правил в Аштороте и Адрея. Но это вот фон, настоящий фон, и автор сочинения книги Второсакония, он этот фон обозначает. Это было тогда-то, после того-то, перед тем-то. А вот что указано здесь? То, что описывается в книге чисел. Там есть рассказ о сражении с царем Сихоном и царем Огом, и о том, как Израиль победил этих двух царей. А после этого вступления первые четыре стиха начинается первая речь Моисея, и она имеет природу историческую. Моисей рассказывает об истории, что было с Израилем от исхода из Египта до сегодняшнего дня, сорокового года, одиннадцатого месяца первого дня со дня выхода из Египта. Итак, что тут написано? Читаем дальше. «За Иорданом в Моаве Моисей стал подробно излагать закон». Он сказал. Ну, тут, видите, маленькое, тут есть некоторое такое несоответствие. Где же был Моисей? В Кадиш-Барнеа? Либо все-таки в другом месте за Иорданом и в Моаве? Вероятнее всего, Кадиш-Барнеа фигурирует как один из вариантов маршрута. А на самом деле вход состоялся в Палестину не из Кадиш-Барнеа по царской дороге, а со стороны юго-восточной или восточной, со стороны региона под названием Моав. И вот, значит, ты стоишь на земле Моавитян, Моавитской, перед тобою река Иордан, и вот дальше мы видим Ханаан. И вот в этом как раз моменте, в этом месте и излагает Моисей закон. Излагает, очень важное слово, подробно. Вот подробно излагает. Не как-то вот походя, да, вот общо, да, или как-то вот по наитию, стихийно, не систематично. Но нет, подробно излагает закон в этом месте Моисей. Он учитель, он наставник, он профессор в книге «Второзаконие» роль Моисея именно такова. Излагать, значит, Моисей подробно что? Закон. Какой такой закон, да, какой закон? Уголовный кодекс или какую-то конституцию, что ли? Ну, дорогие друзья, называемое законом в Писании Ветхого Завета, называется по-еврисски «Тора», да, или по-русски «Тора», да, «Тора», «Тора». Это есть то, что можно перевести рядом вариантов. Это и закон, это и наставление, это и правила, это и инструкция, это и вообще, условно говоря, стиль, образ жизни, правильной жизни, которую Бог придумал и сообщил каждому верному человеку. «Господь, наш Бог, сказал нам на Хариве, хватит вам оставаться у этой горы». Вот начинается рассказ Моисея. Не с исхода, не с Египта, не с казни египетских, а начинается рассказ с горы Синай. И как будто бы именно гора Синай, момент, место Завета является точкой, с которой можно дальше все начинать. Синай, дарование скрижали Завета, дарование закона, и есть то, с чего начинается история взаимоотношений Бога и его народа. И вот Бог говорит, довольна ли, хватит вам оставаться здесь. Да, тут хорошо, но тут для вас детский сад. Тут все безопасно, уютно, а ваше дело – двигаться дальше. Ваше дело – это есть завоевание, захват, освоение, обретение своей земли. И вот ниже указано, куда нужно, понимаете, идти. Вот, и что нужно там будет делать. Отправляйтесь в путь, идите в горы, где живут Амарии, и в земли их соседей. Араву, в горы, в Шефелу, в Негев, на побережье, в страну Ханаанеев, в Ливан, до великой реки, реки Ефрат. Всю эту землю я отдаю вам. Идите и овладейте страной, которую Господь Бог поклялся отдать вашим прародителям Аврааму, Исааку и Иакову и их потомкам. Ну вот, и есть указание на то, что Бог давно имеет дело с Израилем, издавна с Авраама, с праотцев. Он тот самый Бог, который с ними взаимодействовал, да, их извел, там, вывел из Месопотамии, поселил здесь, в Ханаане. Тот самый Бог является тем, кто сейчас повелевает вам, исполните то, что я однажды вам обещал. Идите и получите. Я не забыл, как будто бы Бог говорит о том, что я однажды вам это все обещал дать вашему народу. Значит, ну, указаны размеры этой земли. Ну, конечно, все понимают, что такой территории никогда у евреев не было. Ни при Давиде, ни про Соломоне, ни при других царях никогда не было того, чтобы у них во владении их одновременно была бы и земля Хананеев, и земля Ферисиблин, побережье, и дальше Феникия, и Ливан, и аж до реки Ефрат, ну, то есть вся Сирия. Но такого не было. Возможно, это есть какое-то пророчество, которое в дальнейшем может быть исполнено. Вот. И в этом же моменте, в этих же двух стихах, стихи седьмом и восьмом, повторяется неоднократно слово «земля». Земля. Да, вот «эрец» – земля. Значит, это очень важное понятие, встречающееся 200 раз во всем во второзаконии. 200 раз – это важное понятие. Для того важное, что как будто бы само творение мира оправдывается или объясняется тем, что все-таки должна быть земля получена евреями. И вот слово «земля», как эту землю получить, как ее освоить, как ее обжить, как ее не потерять, как правильно там существовать, вот на этой земле, земле, земле. И вот об этом нам как раз рассказывает книга «Патерозаконие». «В ту пору я сказал вам, не под силу мне одному управляться вами. Господь Бог ваш сделал вас многочисленными, как звезды на небе. И пусть Он, Господь Бог отцов ваших, сделает вас в тысячу раз многочисленнее, чем ныне, да благословит Он вас, как и обещал». Показано, что одно из божьих обетований уже исполнилось. Евреев много, много как будто бы это звезды на небе. То есть Бог ваших отцов начал уже обетования свои исполнять. Это живой Бог, помнящий о своих людях и о данном однажды слове. Но вот Моисей понимает, что одному ему проблем всех людей не решить. Ему нужны помощники. И вот об этих помощниках дальше речь и идет. «Ну как же мне одному нести такое бремя, решать ваши тяжбы? Выберите себе из каждого племени мудрых, разумных и опытных людей. Я назову их вашими начальниками». Вы ответили «Правильно ты говоришь». И вот, видите, первое, что нужно сделать, вступая в землю, это обеспечить правильную организацию, гарантирующую правильную, добрую, справедливую жизнь. «И я призвал к себе тех, кто стоял во голове племен, людей мудрых и опытных, и назначил их вашими начальниками, кого поставил на тысячи человек из его племени, кого над сотней, кого над полусотней, кого над десятком, кого старостой. В ту пору я велел вашим судьям, разбирайте тяжбы между вашими братьями, судите справедливо, будь то тяжбы между соплеменниками или тяжбы с чужаками, живущими у вас. «Пусть суд ваш будет непредвзятым, выслушивайте и сильного, и слабого. Не страшитесь людей, ибо суд от Бога. А если дело будет слишком сложным для вас, передавайте его мне, и я разберу». И вот первое или второе, да, что нужно сделать, входя в Канаан, в Палестину, обещанную Богом землю, «обеспечивать непредвзятый, честный, справедливый, разумный, толковый, что ли, здравый суд». То есть быть обществом, где есть правильный суд, это и есть быть обществом. И вообще, дорогие друзья, это и есть идеал пророков. Пророки, они постоянно об этом возвещают, о том, что как хорошо было бы, чтобы в Израиле были хорошие судьи, честные, здравые, непредвзятые. И написано здесь «суд от Бога». Таким образом, получается, что когда выступаешь ты, о судья, как праведный, непредвзятый, честный, милостивый судья, то ты выражаешь свое богоподобие. Судья богоподобен, потому что он имеет Богу присущую функцию творить суд. В этом величие и в этом опасность служения судьи. «В ту пору я дал вам предписание о том, что вы должны делать. Мы двинулись от Хариба и прошли через пустыню, великую и страшную. Вы ее видели глазами своими, направляясь, как повелел Господь, на живых горам, где живут Амареи. Мы дошли до того самого Кадиш-Барне, до врат в Ханаан, врат в Палестину. Путь Леной в 11 дней завершен. От Синая до ворот в Ханаан, Кадиш-Барне, так называется до сегодняшнего дня, существующий городок на границе между Египтом и Израилем». Пустыня страшная, пустыня синайская, безводная, очень засушливая. Хороший барьер, фильтр на пути в Египет от разных незваных чужаков из Азии. Но вот вы прошли, вам было тяжело, но это было 11 дней пути. И вот путь закончен, мучения вроде бы закончены. И что же будет дальше? «Там я сказал вам, вы пришли к горам, где живут Амареи, к горам, которые Господь, наш Бог отдает нам. Смотрите, Господь, ваш Бог отдает вам эту страну. Идите и овладейте ею, это обещал вам Господь, Бог отцов ваших. Не бойтесь, не страшитесь». Вот, Бог призывает, будьте отважны, возьмите то, что Бог вам, как дар, готов отдать. «Ну, вы все вместе пришли ко мне и сказали, надо послать вперед разведчиков, чтобы они исследовали страну и сказали нам, по какой дороге нам предстоит идти и к каким горам мы выйдем». И вот возникает инициатива снизу. А давайте поможем Богу реализовать его план, давайте поможем Богу исполнить его нам обещание. Пошлем лазутчиков, пошлем разведчиков, чтобы они все выведали, чтобы они все уснали. Ну, вроде бы, никаких тут замечаний мы не находим, поэтому Бог как будто выступает солендарно, да, поддерживает это намерение. «Это показалось и мне разумным, пишет Моисей. Я выбрал двенадцать человек по одному от каждого племени. Они отправились в путь, поднялись в горы и пошли до долины Эшколы. Они осмотрели те места, набрали плодов земных, принесли их к нам и сказали, Господь наш Бог дает нам хорошую землю». Ответ обнадеживающий. Глазутчики пошли и обнаружили очень ценный, дорогой, привлекательный подарок. Земля стоит того, чтобы ее пойти и завоевать. Но они забыли одного очень важного момента. Каждый подарок от Бога нуждается в том, чтобы его взять. В этом отношении борьба, испытание, искушение, усилие, пот, какие-то маленькие неудачи на пути к тому, что Бог нам дает, они неизбежны. Но эта вещь, эта деталь прибудет израильтян в ситуацию разочарования и страха. «Но вы не захотели идти в поход, вы ослушались Господа вашего Бога. Сидя по своим шатрам, вы роптали. Господь нас ненавидит. Вот почему Он увел нас из Египта. Он отдаст нас в руки Амареев, чтобы мы все погибли. Куда мы идем? Расскажи наших братьев и слушать страшно. Они говорят, что там живут люди, которые больше и выше ростом, чем мы. Говорят, что там такие большие города высотой до небес. Они говорят, что видели там Анакимов». И вот описывается ропот. Волнение, негодование, атмосфера страха охватывает семьи, кланы, колена тех, кто недавно был таким подушевленным, когда Бог их вел как заботливый руководитель, вождь, полководец, спаситель из плена из Египта. И так, что же их беспокоит и волнует? Во-первых, там живут богатыри, какие-то таинственные Анакимы, какие-то высокие люди, которые выше и сильнее, чем каждый, даже самый высокий израильтянин. Во-вторых, там укрепленные, большие, высокие, как будто бы до небес, вот такие города. И, конечно, мы видим, что страх вызывает искажение реальности. У страха глаза велики, и поэтому искаженная страхом реальность, она обессиливает, лишает сил и вдохновения каждого израильтянина. Но, дорогие друзья, ситуация знакомая каждому из нас. И у нас такие бывают ситуации, когда мы думаем, что мне не поступить в этот университет, мне не сдать этот экзамен, мне не получить эту работу и так далее. Это ощущение страха, бессилия, бывает, охватывает и каждого из нас. Но нам нужно понимать, учитывая эту историю, очень важный момент. Бог дает нам что-то, дар, подарок, достижение, чтобы мы это завоевали в ходе какого-то усилия, усилия веры или усилия воли. Я сказал вам тогда, не пугайтесь и не бойтесь. Господь, ваш Бог, впереди идет, и Он сам будет сражаться за вас. Так было в Египте у вас на глазах. И в пустыне вы сами видели это. Господь, ваш Бог, нес вас, будто человек, несущий своего сына. Так было все время, пока вы шли сюда. и после всего этого вы не верите Господу, вашему Богу. А ведь Он шел впереди вас, выбирая вам место для стоянок. Ночью шел в виде огня, чтобы показывать вам правильную дорогу, а днем шел в виде облака. Да вот, как будто Моисей напоминает, что же было связано с событиями исхода. А было связано то, что Бог защищал, спасал, заботился, подавал пищу своему народу. Но вот весь этот опыт оказался позабыт, страх оказался сильнее. Услышал Господь ваши слова и разгневался, он поклялся. Никто из этого негодного поколения не увидит прекрасную страну, которую я поклялся отдать отцам вашим. Никто, кроме Калева, сына Ефунне, он увидит, он был верен Господу, и за это я отдам ему и его потомкам землю, по которой он ступал. Ну вот, вердикт Бога, решение Бога, как будто он говорит сам собой, да, сам себе. Нет, эти люди не возьмут эту землю. Этим людям мог дар не по карману, не по зубам. Мне нужны другие люди, которые родятся в ситуации странствования, в ситуации пустыни, имея опыт того, что Бог заботится о своем народе. И вот то самое превращение, о котором мы говорили, 11 дней в 40 лет превращается именно в этой связи. Посылаются лазутчики, которые сообщают народу детали этой самой земли, и хорошие детали, и опасные какие-то моменты, связанные с воеванием, но народ охвачен страхом, народ не может его преодолеть, и поэтому народ отправляется в 40-летнее странствование по пустыне, по пустыне Синайской. Кроме одного человека, ну, мы знаем, что их было двое. Во-первых, это Калев, во-вторых, это Иешуа Бен-Нун и Иисус Навин. Это те двое, которые были в этом посольстве, ну, точнее, был только один Калев или Халев, вот, он был лазутчиком, и он не испугался, его было решение однозначное, мы пойдем и будем там воевать. Ну, вот он, получается, от Бога обетование, да, или разрешение, да, ты войдешь, ты будешь участником завоевания, и ты ногами своими ступишь на Божью, на святую землю. И на меня разгневался Господь из-за вас, он сказал мне, и ты не войдешь в эту страну. Ну, вот видите, и сам Моисей, оказывается, соучастником этого какого-то полубунта или ропота, возможно, и он тоже поддался страху, возможно, он тоже испытал ситуацию безвыходности и безнадежности Богом данного поручения, поручения завоевать эту самую землю, и вердикт Бога не подлежит каким-то корректировкам. И ты, Моисей, не войдешь в эту землю. А Иисус на вин твой раб, он войдет, вели ему быть твердым, ему предстоит сделать эти земли владением сынов Израилевых. И вот еще один должный войти, да, которому можно войти, он назван, это Иисус на вин, помощник, не знаю, слуга, секретарь, соратник самого Моисея. Войдут в эту страну дети ваши, те самые, из-за которых вы боялись, что они попадут в плен, дети, которые сейчас еще не понимают, что хорошо и что плохо. Им я отдам эту землю, они овладеют ею. Мы помним, что испытывающие ситуацию страха имели ропота, израильтяне имели оправдание. Как будет с нашими детьми? Они погибнут, они будут пленниками, рабами. Эти мысли, пустые заботы о нашем будущем, о наших детях, часто отвращают нас от того, чтобы исполнять Божью волю. Так было и здесь. Но решение Бога одновременно и справедливо, но оно и милостиво, и оно разумно, и оно мудро. Что тут имеется ввиду? Вы, взрослые, не войдете, но ваши деточки, уже живущие, да, но деточки, они войдут, потому что, хотя они тоже боятся, хотя тоже они испытывают ситуацию состояния страха, но они войдут в эту землю, потому что ребенок, по учению библейскому, не вполне ответственен за свои поступки. Раз он не отвечает, то он и несет последствия тех или иных нехороших решений. А вы поворачиваете назад, идите в пустыню по дороге, что ведет к Мурюсуф, тогда вы сказали мне, мы согрешили перед Господом, но мы пойдем воевать, как повелел нам Господь наш Бог. Вы взяли оружие и осмелились пойти в горы. И вот ситуация возникает здесь, горячки после какого-то падения, ошибки, нам срочно чего-то надо исправить, с кем-то поругаться, с кем-то повоевать, на кого-то напасть, кого-то отругать и так далее. Но это уже не надо делать, это поздно, нам надо жить, неся последствия сделанного однажды поступка, принятого решения. Но Израиль должен был это понять на практике, а именно отправившись в бой, на завоевание, испугавшись странствование по страшной пустыне и ниже описывается исход этого самовольного завоевания. Господь велил мне сказать вам, не ходите и начинайте войну, ведь я не с вами, а не то враги разобьют вас. Я передал это вам, но вы не вняли, вы ослушались Господа и дерзнули подняться в горы. Вас встретили Амария, обитатели этих гор. Они стремились за вами, как пчелины рой, а не гнали вас по Сеиру до самой хормы. Ну вот видите, завоевание, внешне формально исполнение воли Бога, но там уже нет Божьего соучастия, а победа там, где Бог является соучастником, а именно на самом деле совершителем этого подвига, этой победы, этой виктории. Тут же этого не было. На самом деле побеждает во всех сражениях и завоевывает Израиль однажды. Не Израиль, а сам Бог. Вернувшись, вы плакали пред Господом, но Господь вас не слушал, не внимал вам. Вы пробыли в Кадеше долгое время. Оканчивается глава первая книги Второзакония. В этой главе мы с вами поняли, когда слова эти говорятся, после чего они говорятся, в каком месте они говорятся, какой смысл всех этих речей, которые озвучивает Моисей предсобравшимися израильтянами. То, что однажды должно было составлять путь в 11 дней, превращается в 40 лет странствования по страшной пустыне, пустыне Синайской. И вот об этом рассказывает нам первая глава книги Второзакония. С вами портал экзегет.ру из Петербурга священник Алексей Волочков. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok